Продолжение следует... Вот только некоторые. Почти год назад на уровень округа перешли десятки полномочий, ранее их исполняли муниципалитеты. Например, это полномочия в сфере ЖКХ, дорог, образования, культуры и спорта. Результаты уже есть, причем весомые. Благодаря новому механизму частично решена проблема с так называемыми долгостроями. Вместе с тем в регионе в этом году возведены новые социально значимые объекты – дома, школы, детские сады, больницы, фоки и современные убойные пункты. Новым жильем обзавелись сотни семей. Многие предприятия, которые, казалось бы, уже находились на грани выживания, получили новую жизнь. Заметно выросло количество предпринимателей. Открыты новые частные хозяйства и фермы. Это результат общей командной работы всех нас. Несмотря ни на что, цели были достигнуты. Большинство поручений, которые дал губернатор своим подчиненным, выполнены. Работа, впрочем, обязательно продолжится и дальше, но уже в следующем году. А пока итоги этого. Рост показателей в агропромышленном комплексе, социальные перемены, новые законы, масштабная реконструкция автодорог, запуск 5-процентной ипотеки для населения, Днининского округа света Федерации, созданная практически с нуля туристическая отрасль, попадание на Ринмара в десятки красивейших зимних городов России, презентация фильма о путешествии участников проекта «Бросок за поляре» и многое другое. Отдельно стоит сказать о резонансных материалах, которые мы показывали на протяжении всего года. За 12 месяцев к нам обратились десятки людей с просьбами помочь. Мы помогли. А вот итоги работы администрации НАО традиционно подвел глава региона Игорь Кошин. Напомню, в 2014 году Ненинский округ взял курс на качественное развитие. Была изменена система управления, определены приоритеты в деятельности администрации. Прежде всего, это увеличение объема инвестиций, развитие несырьевого сектора экономики, осуществление социальной политики с учетом адресности и нуждаемости. В текущем году появились первые результаты работы по указанным направлениям. Итак, начнем с валового регионального продукта. Утвержден ряд налоговых льгот недропользователям. В итоге ВРП вырос на 12 миллиардов, превысив в три раза объемы прошлого года. Объем добычи нефти за 9 месяцев 2015 года вырос на 558 тысяч тонн или на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причем, если в прошлом году рост ВРП без учета нефтяных доходов составил 700 миллионов, то уже в этом 2 миллиарда 300 миллионов рублей. Социальная политика. В округе на начало года было 106 тысяч социальных выплат. Два с лишним раза больше, чем жители в регионе. Понятно, что в данной системе необходимо было навести порядок, особенно с учетом экономических реалий. При этом объем социальных выплат в грядущем году останется прежним. Будут поддержаны все, кто в этом действительно нуждается. Например, благодаря определению адресности и нуждаемости поправить здоровье в следующем году смогут на 400 детей больше, чем в текущем. Теперь, что касается майских указов президента. В 2015-м произошел прорыв в обеспечении жителей региона доступом к государственным услугам по принципу единого окна. Если в начале года только в половине муниципальных образований были многофункциональные центры, то к концу года МФЦ уже функционировали в каждом муниципалитете. За текущий период государственные услуги в центрах получили 21 тысяча человек. В три раза больше, чем в 2014 году. Нинецкий округ это сделал одним из первых в стране. Что касается кадровой политики, то в уходящем году на работу в образовательную сферу округа пришли 35 молодых специалистов. Учреждения здравоохранения полностью укомплектованы участковыми терапевтами. Но кадровый голод испытывают по-прежнему большинство поселений округа. Причем во всех сферах строительства, медицине, образовании. Идем далее. Потенциал НАУ. Долгосрочные перспективы развития региона. Значимым достижением в работе на федеральном уровне стало принятие постановления Совета Федерации о государственной поддержке социально-экономического развития Нинецкого округа. Постановлением предусмотрено непосредственное участие правительства страны в решении стратегических вопросов округа. Речь идет о подключении системы энергоснабжения НАУ к единой федеральной сети, у реконструкции Наринмарского морского торгового порта и аэропорта, а также строительстве автодороги Наринмар-Усинск. Теперь более подробно о некоторых важных событиях, которыми ознаменовался год уходящий. Начнем с дорог. Эта тема для региона в 2015 году вообще стала отдельной. Если еще год или два назад из уст наринмарских автомобилистов сыпались одни ругательства, мол, не дорога, а стиральная доска, яма на яме и тому подобное, то сегодня можно смело заявить. В столице нефтяного региона и дороги под стать. Алина Ваучейская о масштабной реконструкции транспортных артерий Наринмара в дорожно-ремонтном сезоне 2015 года. От поселка Искателей до центра окружной столицы. От аэропорта до Кольцевой. Порядка 13 километров нового дорожного полотна. С начала июня и до первого снега, и днем, и ночью. Ремонтный сезон 2015 года побил все рекорды. Работа кипела в буквальном смысле слова. Асфальтоукладчики, катки, грейдеры, камазы с песком и щебнем. Этакая дорожно-строительная эпопея. Как результат, полностью обновлено дорожное полотно на автотрассе Наринмары Скателей. Участок федеральной автотрассы в сторону аэропорта. Проведена реконструкция транспортной артерии в районе улиц Ваучейского, Октябрьской, Ленина. Полностью обновлена и набившая оскомину автомобилистам Первомайская. Заасфальтирован микрорайон авиаторов. За несколько месяцев транспортная артерия Наринмара изменились практически до неузнаваемости. Ну, сейчас хоть нету ям, как были раньше. Можно ехать по гладкой дороге. Приятно, да. Молодцы ребята работают. Ну, наконец-то начали делать дороги. Хоть и днем делают, но ничего. Мы терпим. А вот приятно ездить по новому ровному асфальту? Да, так и охота разогнаться. Но нельзя. Асфальтовый завод в дорожно-ремонтном сезоне 2015 года использовался на максимальную мощность, чего не было уже 15 лет. На предприятии выпустили около 20 тысяч тонн асфальта. Для сравнения, за прошлый год было выпущено лишь 1800 тонн. Причем, по словам сотрудников асфальтобетонного завода, качество смеси намного лучше, чем в 2014-м. Ну, во-первых, материалы другие. Качество другое материалов. Плюс применяем сейчас минпорошок. Ну, и люди же и видят, что качество асфальта совсем другое. И это не те, что в прошлый год, позапрошлые годы принимали старый материал, отсев. Сейчас снова с Карелии идет материал отличного качества. Так что будем надеяться, что простоит хорошо. Помимо Наринмарских дорог, ремонту подверглась межмуниципальная автодорога до поселка Красное. Работы на 9-м, 16-м, 29-м и 37-м километрах начались в середине сентября, а сейчас находятся в завершающей стадии. Сложные работы. Значит, когда больше груза идут, машины, конечно, дороги разбивают. То есть мы делаем дороги, а в это же время, на других участках, где мы работы не производим, у нас постоянно работает грейдер, каток, чтобы дорогу поддерживать всегда в рабочем состоянии, чтобы люди ездили в Красное и, так сказать, нас не ругали. Готовятся дорожники и к строительству зимника. Кстати, в этом году маршрут от окружной столицы до республики Коми станет короче на 52 километра. Он пройдет вдоль строящейся дороги Наринмарусинск. Ранее временная дорога примыкала к уже действующим зимним маршрутам нефтяных компаний, что было не совсем удобно для жителей Нинского округа. Такая глобальная реконструкция дорожной сети в регионе началась после передачи полномочий в этой сфере из города в округ. В общей сложности на ремонт дорог окружной столицы в текущем сезоне из окружного бюджета было выделено 400 миллионов рублей. Еще столько же округ получил из федеральной казны. Ну а сейчас все свои силы дорожники направят на поддержание и содержание дорог в должном виде. Ключевой в этом году стала и тема сельского хозяйства. Впервые за долгое время во главу угла была поставлена продовольственная безопасность региона. Сельхозтоваропроизводители получили импульс к развитию. Система субсидирования конечного продукта всерьез сколыхнула агропром. Оленеводство, молочное производство и овощеводство. Развитие получили все отрасли АПК. Моя коллега Ирина Цепетова подвела итоги. Агропромышленный комплекс Нинецкого округа берет курс на развитие. В планах на среднесрочную перспективу полностью насытить внутренний рынок продовольствия продуктами местного производства. Амбициозные задачи стоят как перед сельхозтоваропроизводителями, так и перед властями округа. Уже сегодня сельское хозяйство региона наращивает темпы. Положительную динамику развития показывают все отрасли АПК. Для этого в округе создаются все необходимые условия. Вводятся принципиально новые механизмы господдержки аграриев. Особое внимание в регионе уделяют оленеводству, традиционному виду деятельности коренных малочисленных народов Севера. В следующем году на его поддержку будет направлено более 200 миллионов рублей. Это почти половина общего объема господдержки сельского хозяйства и рыболовства. Сегодня на территории округа разведением северных оленей занимаются 14 оленеводческих хозяйств и 9 семей народовых общин, в которых работает 114 оленеводческих бригад. Количество оленей в этих хозяйствах на 1 июля 2015 года составило 187 700 голов. Это на 3 700 голов больше аналогичного периода прошлого года. Оленеводы сельхозпроизводители получают из окружного бюджета поддержку в виде субсидий на возмещение части затрат на производство и реализацию продукции оленеводства, субсидий на возмещение транспортных расходов по доставке мяса в Наринмар. В 2016 году механизмы субсидирования оленеводства претерпят изменения. В частности, частично изменятся условия предоставления субсидий на возмещение части затрат на производство и реализацию продукции оленеводства. Будут введены новые фиксированные ставки. Размер господдержки будет рассчитан, исходя из объемов реализации мяса оленина с заявленными хозяйствами и предполагаемой ставкой субсидирования без учета транспортных расходов. Что касается последней статьи, то в 2016 году она будет рассматриваться как отдельный вид субсидирования. При этом изменится расчет размера возмещения. Ранее размер данной поддержки составлял 80% от фактически произведенных расходов. Затраты хозяйств при этом составляли 20%. В данном случае не учитывалось расстояние, и СПК, находящиеся в отдаленных муниципалитетах, тратили больше средств на доставку сырья в столицу региона. Со следующего года для всех оленеводческих хозяйств будут действовать одинаковые условия. Каждое предприятие будет платить за вывоз одного килограмма сырья авиатранспортом 20 рублей, наземным транспортом 7 рублей. Остальные затраты возьмет на себя окружной бюджет. В регионе официально стартовала убойная кампания по забою северного оленя. Первым ее начал Красный Октябрь – это сельхозкооператив из поселка Устькара. По данным оленеводческих хозяйств, убойный контингент этого года составит 34 650 голов, а также 5850 голов из частных хозяйств. В кампании этого года планируется задействовать не менее двух новых убойных пунктов. В СПК Пузилича в Харивере его планируют запустить к началу убойной кампании. Также специалистами мясопродуктов в начале ноября будет протестирован убойный пункт в Несим. В период убойной кампании в планах оленеводческих хозяйств заготовить 1355 тонн мяса. Из них 950 тонн отправится на промышленную переработку. 405 тонн, впрочем, потребителям. Спрос на оленину во всех ее видах растет год от года, поэтому первоочередная задача отрасли – увеличивать поголовье. Для этого из бюджета региона оленеводы получают субсидии. Кроме того, из окружного бюджета округа предоставляется субсидия и на поддержку племенного животноводства. Крупного рогатого скота в регионе намного меньше, чем олени – всего полторы тысячи. Из них 680 коров молочного стада. Эту сферу сельского хозяйства государство также активно поддерживает. С июля прошлого года в округе был введен новый механизм субсидирования предприятий, производящих молочную продукцию. Субсидия рассчитывается как на произведенную, так и на реализованную продукцию по фиксированным ценам. О преимуществах господдержки говорят и показатели. Валовое производство молока по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 95 тонн. Благодаря беспрецедентной государственной поддержке, окружные предприятия сегодня стали способны не только покрывать производственные издержки, но и инвестировать в собственное развитие. Так, в Оксина открылся новый цех по переработке молока. Ввод в эксплуатацию нового оборудования осуществила Неницкая агропромышленная компания, в состав которой Оксинская ферма вошла с марта этого года. Новый цех по переработке молока Неницкая АПК возвела на собственные средства. Установка современного оборудования позволит сельхозпроизводителю увеличить переработку молока. Если сегодня ферма дает объемов 600 литров, то новые мощности позволят перерабатывать в сутки минимум одну тонну сырья. В Оксина потенциал очень хороший, потому что очень хорошие животные, я вот уже не первый год работаю в сельском хозяйстве, я понимаю, что в Оксина 5300 доить будет без всяких проблем. Но это будет через два года, потому что на будущий год будет большой ввод нителей, это 50%, поэтому 4800-4900, если мы надуем, это будет хороший результат. Через два года здесь молоко будет намного больше. Уже к осени следующего года на ферме в два раза увеличат дойное стадо, поэтому проблем с сырьем не будет. Это значит, увеличатся и объемы молочной продукции. Новые мощности позволят полностью обеспечивать потребности в молочке Оксина, Каменке и Хангурея. Анрин Марс может забыть о дефиците оксинского творога и масла. Планы перед окружными аграриями стоят амбициозные – полностью закрыть потребности населения в молочке местной продукции. Вы знаете, в управлении есть такой фактор, как цена управленческого решения и его последствия. В прошлом году было принято ряд управленческих решений. Первое мы подписали с нашим коллегой Игорем Анатольевичем Морловым соглашение о передаче полномочий в округ. Наше собрание депутатов областное и наше окружное артифицировали. С 1 января мы исполняем полномочия. Это первое. Второе. Прошлой осенью мы приняли наш 95-й окружной закон, который нам позволил централизовать наше ряд полномочий. Поднять их на более высокий уровень с муниципального, поднять их на окружной. И мы приняли третье управленческое решение. Мы установили цену субсидирования конечного продукта. Это литр молока, килограмм творога, килограмм масла. Что мы сегодня получили в результате? Мы получили, что хозяйство самостоятельно, получив дополнительные ресурсы, не просто потратили их не поймешь куда, а совершенно экономично построили производственный объект. Новый производственный объект по переработке молока обошелся Нинецкой агропромышленной компанией в 4 миллиона 200 тысяч рублей. Новые возможности открылись и для кооператива ХАРП. В поселке Красное появился цех по переработке мяса. Новое оборудование позволит расширить ассортимент получаемой продукции. Маленький, но очень удобный мини-завод для переработки 500 килограмм сырья в смену рассчитан на двух сотрудников. Ну, будем пока… Такой первичный ассортимент – это мясо на кости, суповые наборы, фарш оленей. А дальше будем ассортимент продумывать. Что-то будем, может, поставлять в Наринмарск, с Наринмарскими оптовиками. Может быть, будем закреплять договоры. Есть же у нас и горпо, и все. Вот, посмотрим. Для того, чтобы получать качественную и вкусную не только мясную, но и молочную рыбную продукцию, окружные власти в дальнейшем планируют приобрести такие же мини-заводы для нескольких сельскохозяйственных предприятий региона. Это у нас уже второй цех, где производится переработка продукции оленины. То есть до сих пор, до этого года у нас было только, по идее, один переработчик – это мясопродукты. Проводимая нами политика поддержки сельскохозяйственных производителей, в частности, лени-заводы по поднятию ставки за сданную продукцию, она позволила нашим сельскохозяйственным предприятиям, скажем так, аккумулировать средства для того, чтобы вкладывать их уже в переработку. Потому что все-таки переработка, она дает дополнительную добавленную стоимость, и у производителей появляются, скажем так, дополнительные источники финансирования. Большие перспективы есть и у тепличного хозяйства округа. В единственном в регионе тепличном хозяйстве кабинете «Солнышко» собрали рекордный урожай – 62 тонны огурцов и более тонны томатов. Первый урожай овощеводы сняли в апреле, а последний – в сентябре. Увеличение урожайности удалось добиться за счет полной замены грунта в теплицах. Аграрии уверены – урожая мог быть намного больше. Сегодня огурцы и томаты выращивают в старых невысоких теплицах. Современные теплицы овощеводы ждут уже давно. В этом году этот вопрос сдвинулся с мертвой точки. Сегодня на предприятии модернизируют старую котельную. Работу ведет Центр стройзаказчик. В помещении установлены новые напольные газовые водогрейные котлы, необходимое технологическое оборудование. Дело осталось за косметическим ремонтом. Окончание работ по реконструкции позволит перейти к проекту строительства той теплицы, на которую мы рассчитываем. Это теплица площадью 5640 квадратных метров. Вот эта теплица нового поколения будет. И она, самое главное, подчеркну, будет давать урожай круглый год. То есть мы с огурцами будем жить круглый год. К сожалению, томаты круглый год не будем выращивать. Они будут также в продленном обороте. Весна, лето, осень. Новые теплицы позволят ежегодно получать более 350 тонн огурцов. Кроме того, в планах агрария расширить ассортимент выпускаемой продукции. В новых теплицах будут выращивать болгарский перец и баклажаны. Кроме овощей, в солнышко выращивают и зелень. В 2007 году на предприятии была установлена салатная линия с гидропонной технологией. С нее в этом году аграрии сняли более 80 тысяч упаковок салата, петрушки, укропа, базилика и мелисы. Отмечу, что выращивание зелени, в отличие от овощей, процесс круглогодичный и прерывается только на обязательную дезинфекцию. Сейчас как раз такой период. К ноябрю на прилавках снова появится местная зелень. Производственные показатели тепличного хозяйства также напрямую связаны с объемом господдержки. В 2015 году субсидия на овощеводство в бюджете региона была увеличена более чем в два раза. До 46 рублей на килограмм произведенной продукции. Очень хорошая поддержка в этом году. Мы перешли сразу с 21 рубля. Вот нам увеличили поддержку. А до этого вообще такая ступенька была 7 рублей, 9 рублей на килограмм продукции. Но растут тарифы на электроэнергию, на газ и прочее. Поэтому вот все это приводит к увеличению дотации. Несмотря на положительную динамику и растущие объемы производства продукции всех отраслей АПК, сегодня хозяйство не может полностью обеспечить потребности региона. К такому выводу пришли участники отраслевого совещания. Чтобы изменить ситуацию, необходимо приложить максимум усилий для развития молочного скотоводства, оленеводства и тепличного комплекса. Глава региона в свою очередь добавил, что одной из главных составляющих успешного развития АПК является подготовка кадров. Поэтому уже со следующего учебного года образовательные учреждения региона должны начать подготовку профессиональных кадров для работы в сельском хозяйстве. Огромная работа в этом году была проделана и нами, Ненецкая телерадио-овещательная компания. Каждый день, 24 часа в сутки, новости, программы и другие передачи в прямом эфире. Мы освещали самые важные для вас события. 9 мая, 70-е годовщина Великой Победы. В режиме онлайн почти 5 часов. В интервью сместно события, ролики и сам красочный парад. Еще одно незабываемое событие. Это первый в истории турнира на кубок губернатора Ненецкого округа по хоккею с шайбой. Три дня в режиме нон-стоп. Картинка шла сразу с 11 камер. Подобного не было никогда. Матчи комментировали в прямом эфире, как и ежегодные гонки на снегоходах и оленях упряжках на кубок Героевской Федерации Артура Челенгарова. Помимо прочего, в этом году Ненецкая ТРК запустила свое собственное радио. Это Север-ФМ. Первое собственное радио в нашем регионе. Новые программы, лица и голоса. На следующий год у нас много планов, которые мы непременно реализуем. Впрочем, это не все. Наша телерадиоучительная компания в этом году победила во Всероссийском конкурсе «Смиротворец-2015». Документальный фильм режиссера Марии Кравченко в условиях военного времени стал лауреатом в номинации «Нация победителей. 70 лет победы в Великой Отечественной войне». Напомню, в конкурсе «Смиротворец» ежегодно участвуют федеральные, региональные, а также национально-культурные СМИ. В этом году за победу в различных номинациях боролись 764 средства массовой информации. В 11 номинациях лауреатами стали всего 37. Среди них и Ненецкая ТРК. Да, конечно, эмоции зашкаливали, потому что быть лучшими из 10 тысяч работ, признанных на конкурс, это да, это очень серьезно. Мы очень рады, что нашу телекомпанию считают одной из сильных, мощных компаний, сказали. И я очень рада, что историю подвига простых женщин и детей города Наримара в годы Великой Отечественной войны узнали в России. Все были потрясены этой историей. И видно было, что это единственная работа, пожалуй, из всего конкурса, где видно, что не только один человек или маленькая группа людей делали фильм, а вокруг фильма объединилось очень большое количество людей. На наш взгляд, это были одни из главных событий уходящего года, которые непременно сделают нас и старше, и мудрее, и дал надежду, что впереди нас ждет что-то светлое и радостное. Все, чего мы добились в этом году, обязательно примножится в следующем. Мы желаем вам всего самого наилучшего. Встретимся в 2016-м. Вас ждут новые программы, репортажи и, конечно же, герои. Ну, а пока с Новым годом. Мы желаем вам счастья, добра и любви. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова